Во вступительном слове перед совещанием с правительством президент говорит о том, какие отрасли российской экономики больше всего пострадали от коронавируса. С серьёзными трудностями сейчас столкнулась сфера услуг – общественное питание, туризм, гостиничный бизнес, а также компании, которые торгуют непродовольственными товарами. Объём розничной торговли в апреле упал на 35%. И для предприятия это сильное потрясение. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Как подчёркивает Владимир Путин, эти деньги бизнес может направить на любые текущие нужды, в том числе на выплату зарплат. Единственное условие – сохранить численность сотрудников. Финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне. Особое внимание президент уделил банкам, которые в такое время просто отказываются выдавать предприятиям льготные кредиты на выплату зарплат. Владимир Путин предлагает обеспечить эти кредиты гарантиями Внешэкономбанка. Кроме того, правительству поручено предусмотреть новый кредитный продукт – льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка. При этом половина таких кредитов получат госгарантии. В Саранске в Доме республики глава региона дал поручение правительству оперативно подготовить все данные по предприятиям, которым нужна государственная поддержка по пакету мер, предложенных президентом. Здесь помощь предприятиям промышленности, строительства, ЖКВА. Сейчас нам необходимо обсудить эти вопросы для того, чтобы оперативно, это было бы регионам наших предприятий, и оперативно начать эту работу. Бюджет регионов тоже получают финансовую поддержку. Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причем у субъекта федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства. Деньги пойдут на пособия и зарплаты бюджетникам. Юлия Парунова, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова